Трещины в домах волнуют жителей улицы Карбышева. Сейчас там забивает сваи для строительства многоэтажки. С первыми ударами в соседнем доме треснула стена. Застройщики приостановили работу и пообещали изменить технологию. Однако теперь жалобы стали поступать с соседнего дома. Подробнее Ирина Вобещевич. Вот они все трещины идут, видите, все, вот они все пошли. От этих вибраций вот сюда уходят они, вот здесь вот. То есть это вот на самом деле, это вот реальный ущерб, который мне сейчас приносит вот эта стройка. И все, что сейчас происходит на самом деле, это отражается, ну так скажем, да, на моем психоэмоциональном там финансовом положении. И, конечно же, никто не хочет с этим считаться. Батыржан Кундагбаев живет на улице Карбышева в пятом доме. В этом году, напротив, началось строительство, о котором мы уже рассказывали. Первые сваи забили и сразу трещина образовалась в одной из квартир дома 5 дробь 1. Жители подняли шумиху и стройку приостановили для поиска более безопасных способов забивания свай. И вот уже неделю, как работы возобновили, теперь уже жители дома номер 5 увидели трещины на своих стенах. Одна свая за другой идет в промежутке полметра. То есть это очень большое количество свай. Естественно, они его вбивают там профессиональным оборудованием, что отражается на вибрации в нашем доме, что приводит его в аварийное состояние. И на самом деле, вот вы сейчас снимали, я сделал абсолютно свежий ремонт, евроремонт, в который вложил там несколько миллионов тенге. В результате этого идут трещины по стенам. Трещины паутины поползли по межкомнатной стене. В подъезде появилась большая трещина у шахты лифта. Помимо этого, из-за заколачивания свай и из-за того, что все трясется и вибрирует, невозможно и страшно находиться в квартирах. Это отражается на моем психоэмоциональном состоянии. Они бьют эти сваи в субботу, воскресенье. Не считаются, не знаю, с правами элементарными человека, что человек имеет право на отдых. Перед тем, как планировать такое огромное строительство, они должны были собрать все наши дома, оповестить нас об этом строительстве. Они должны были показать нам все разрешающие документы, что они не причинят никакого вреда нашим домам, что мы не пострадаем в результате этого строительства. Этого ничего сделано не было. Это уже на самом деле назревает. И два месяца мы уже это все терпим, и шум, и свет, который горит на кране, который ночью нам освещает комнату и, соответственно, нарушает наш сон элементарно. Я не говорю о том, что они там с утра уже начинают долбать эти, и бить, и вбивать эти сваи. Дома в округе построены давно, и любое потрясение для них не останется без последствий. Об этом говорят все собравшиеся жители. То место, где идет сейчас стройка, вспоминают люди еще в советские времена. Было котлованом, откуда вывозили то ли глину, то ли песок. Потом его засыпали, так как подступала вода. Никто на этом месте не строил, и вот сейчас решили воздвигать многоэтажку. Если это будет вторая бесоба, то этот дом, не дай бог, конечно, да, но он упадет на наш дом. И что тогда будет? Вопрос. Ребят, ведь на самом деле, когда была бесоба, ведь тоже были все разрешения. Все было хорошо, все было утверждено, да, все проверялось, да, но на самом деле он упал. То есть я основываю свои убеждения на фактах. Я не хочу повторения этой бесобы. Не зря забивают столько свая чистоколом, говорят жители. В котловане видна вода. Соседство с домом, по мнению жителей, и опасно, и нарушает интересы рядом живущих. Свет в их квартиры в будущем перекроет многоэтажка. Неужели мы будем по каждому дому комментарии давать вот так? То есть со всего микровена будут люди ходить и жаловаться. Понимаете, наш организмский, а мы не привыкли еще к строительству. Устал я уже от этих звонков, от вопросов некомпетентных. Конечно, мы с Карбышу 5-1 на встречу пошли. Дорогостоящую экспертизу заказали. Сейчас вот ждем результатов первоначальных. То есть предварительное обследование провели, даже рекомендации поработали. В компании, занимающейся строительством, неохотно комментируют ситуацию, так как уже встречались с жителями дома на Карбышево. Технологию забивания свай изменили, угрозы для соседних домов нет. На данном месте строительство, говорит Ерланд Сазагбаев, разрешено. А то, что вода в котловане, так это нормальное явление. Астана вся стоит на болоте. Что касается трещин в квартире Батыржана Кундагбаева, то строители готовы провести независимую экспертизу, чтобы установить причину их появления и пугаться повторения Бесабы не следует. Правильная ерунда и не о чем даже разговаривать по этому поводу. Бесаба строилась вообще с нарушением технологии, без свай строилась. На ленточном фундаменте. Что выше трех этажей нельзя вообще строить. Также начальник ПТО компании застройщика сказал, что не они, а служба Акимата должны встречаться, успокаивать и проводить разъяснительную работу с населением. Жителям дома Карбышева нужно подождать несколько дней. Забивание свай скоро закончат. Экспертиз по дому проводить не будут. Услышали что-то там, какую-то экспертизу сделали. А почему нам не сделать? Почему? Давайте требуем. Мы им делать не будем точно. Это уже просто шантаж. В настоящее время жители Пятого дома подготовили письмо в областной Кемат, где изложили все свои проблемы, связанные со строительством многоэтажки. Ирина Вобещевич, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал.